Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Кристина Рабина. Чем запомнились анапчанами гостям курорта минувшие 7 дней и как эти события повлияли на жизнь города-курорта, расскажем в итоговом выпуске новостей за неделю. Очередной день здоровья в серии осенних состоялся в микрорайоне Алексеевский в центре медпрофилактики. Его посетили 553 анапчанина. Всего было проведено более 2000 консультаций и обследований. Вели прием 18 врачей – терапевт, невролог, эндокринолог, лор, кардиологи и другие специалисты. Все желающие могли измерить давление, рост, вес, провести экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы крови, УЗИ-диагностику, обследовать сердце на кардиовизоре. Серьезную помощь в организации мероприятия оказали студенты медицинского колледжа. Проводили анкетирование, раздавали профилактические буклеты, регистрировали участников. День здоровья посетила молодежь Анапы. Школьников освободили от учебных занятий, чтобы все успели пройти обследование у каждого врача. По поручению главы Анапы Сергея Сергеева, курс Дней здоровья на курорте будет продолжен в сельских округах. 1 октября в России начался осенний призыв в армию. По плану генштаба в ряды вооруженных сил России должны отправиться порядка 150 тысяч новобранцев, причем многие, у кого уже есть военно-учетная специальность, смогут сами выбирать место службы. 9 призывников анапчан пополнили ряды вооруженных сил России осеннего призыва. Армия научит их дисциплине и главной мужской профессии родину защищать. На торжественной церемонии проводов по традиции прозвучали приветственные слова представителей администрации, ветеранов боевых действий и других почетных гостей. Как свести к минимуму количество дорожных транспортных происшествий с участием детей? Эти вопросы обговорили на заседании Краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В режиме видеоселектора на связь вышли все муниципалитеты. Анапчане отчитались об успешном выполнении операции «Осторожно! Дети!» и «Автобус». По результатам совещания главы муниципальных образований получили ряд рекомендаций к дальнейшей работе. Система «Тайфун» начала работать в Анапе. Специальное оборудование установлено на нескольких легковых автомобилях, курсирующих по городу. Стоянка под знаками, парковка на газонах и другие нарушения под прицелом видеокамеры системы наблюдения. Свидящее око «Тайфуна» выполняет свою задачу. Все видит и перебегающих пешеходов, и водителей, загораживающих полосу движения, и припаркованные автомобили в неположенном месте. Такие системы уже зарекомендовали себя в Олимпийском Сочи и Новороссийске. Теперь «Тайфун» будет чистить дороги Анапы от нарушений. По поручению главы города Сергея Сергеева, специалисты отдела по транспорту и связи проводят работы по благоустройству и оснащению остановочных пунктов на территории города. 13 новых информационных щитов с расписанием движения маршрутных автобусов украсят остановочные комплексы Анапы. Сотрудники отдела по транспорту и связи заменят старые щиты, которые были сорваны или испорчены. На табличках указаны маршруты общественного транспорта и время отправления автобуса с конкретной остановки в утреннее и вечернее время. Интервалы движения пассажирского транспорта, а также телефон организатора перевозок. Таблички уже изготовлены и в ближайшее время будут установлены на всех остановках. Застройщики города-курорта постепенно приводят в порядок строительные площадки. Начали с временных ограждений, украшают их яркими баннерами. Администрация города-курорта проинформировала застройщиков об оформлении временных сплошных ограждений баннерами. Цветочные композиции должны украсить заборы и преобразить безликие серые объекты. Яркие цветы – это новые акценты в облике курорта. На улице Владимирской жители и гостей курорта радуют разноцветные тюльпаны. На углу улиц Краснодарской и заводской цветы на синем фоне сразу привлекают внимание. А вот баннер на углу улиц Трудящихся Краснодарской украшает не только цветы, но и бабочки. На углу улиц Шевченко и Краснозеленых красножелотые тюльпаны добавили сочных цветов в колорит улиц. А вот тюльпаны на голубом фоне на Анавском шоссе дарят яркие эмоции жителям и гостям города. Это лишь часть примеров нового оформления ограждений стройплощадок. В скором времени все стройки курорта должны быть украшены баннерами с цветочными композициями. Кубань Олимпийская против наркотиков. В поддержку здорового образа жизни в Анапе прошел финал краевых спортивных соревнований. Лучшие команды школьников Кубани отстаивали право на звание лучших. В финале встретились сильнейшие команды Краснодара, Анапы, Геленджика, Обширонского, Гулькевического, Каневского, Приморско-Ахтарского, Новопокровского районов. Кроме презентации и визитной карточки, команды бегали на скорость во встречной эстафете, вели баскетбольные и футбольные мячи, состязались в бросках волейбольным мячом в импровизированном биатлоне. Прочные позиции с первых конкурсов завоевали команды Краснодара, Гулькевического и Обширонского районов. Исход борьбы поменял заключительный конкурс. В синхронных прыжках на скакалке команды Гулькевического района за минуту прыгнуло 73 раза и вырвалось вперед. Ребята заслуженно получили золотые медали соревнований и заняли верхнюю ступень педестала. Предприятия Анапы готовы предоставить вакантные места для граждан Украины. В Центре культуры Родины прошла ярмарка вакансий для беженцев. На рынке труда дефицит медработников, учителей, воспитателей, ряда рабочих специальностей, обслуживающего персонала. Дополнительно на ярмарке вакансий вынужденных переселенцев из Украины консультировали сотрудники миграционной службы и специалисты управления образования. Последнее воскресенье ноября в России отмечают День Матери. В преддверии праздника председатель Совета микрорайона Западной Дмитрий Папандопола посетил многодетные семьи округа, чтобы лично поздравить мамой вручить подарки. Смотрите сегодня в итоге мы в выпуске программы. 30 октября в прямом эфире нашего телеканала глава города Сергей Сергеев ответил на вопросы анапчан. В субботу, 1 ноября, городской футбольный клуб «Анапа» ждет решающий матч с геленджикским «Спартаком». В центре культуры Родина почтили память жертв политических репрессий. В анапских школах начались уроки безопасности. Сотрудники управления муниципального контроля рассказывают детям о правилах поведения в районах стройплощадок. И сейчас обо всем подробнее. 30 октября в прямом эфире нашего телеканала глава города Сергей Сергеев ответил на вопросы анапчан. Телезрители задавали вопросы в прямом эфире, дозвонивши студию или оставляли сообщения предварительно по телефону в редакции. Накануне прямого эфира наши журналисты записали вопросы анапчан и гостей курорта. Ответы мэра Анапы Сергеева смотрите прямо сейчас. Прямой эфир начали документальным фильмом об итогах курортного сезона. По оценкам специалистов и отзывам отдыхающих он прошел на высоком уровне. Обсудили основную тему в студии, что необходимо сделать в городе-курорте, чтобы следующий курортный сезон прошел еще лучше. Безусловно, во многом залог успеха сезона – это грамотная и добросовестная подготовка к нему в межсезонье. Лето закончилось, а для городской власти и для всех анапчан все только начинается. Сергей Павлович, мы посмотрели с вами сюжет, но это то, как видят ситуацию наши журналисты. В данном случае было бы очень интересно узнать ваше личное мнение. Как вы оцениваете результаты прошедшего сезона, что удалось, а над чем еще стоит поработать городской власти и анапчанам? Немножко не согласен, что с фальсификатом мы побороли. Ну, 70 тонн – да, это больше железнодорожной цистерны, но то, что изъято и уничтожено. Но еще работать и работать в этом направлении. Поверьте, все то, где мы стараемся убрать негатив, ну давайте о пляжах, если мы уже начали об этом говорить. Вот смотрите, животные, плетение косичек, приставучая, можно сказать, назойливая торговля, антисанитарных условий. Все это, я не скажу, что нам удалось, но мы сделали серьезный шаг вперед. Мы стали понимать, где есть подводные камни и как нам надо устранить их сегодня. Вот смотрите, людей раздражает очень сильно и меня раздражает, как человека, да и как мэра торговля в неустановленных местах, в этих уродливых ролетах, которые изжили себя уже и все. Поверьте, людям это не нужно, это нарушает и облик нашей привлекательности, все. Нет, мы же хозяева земли, мы ее получили, хотя и не бесспорно по судебным решениям, и не под торговлю, кстати. А сегодня что получается? Они начинают пытаться легализовать те средства, которые заработали, и построить многоэтажные дома. Там, где этого быть не должно. И начинают меня уговаривать. Ну, как вы думаете, получат они разрешение? Ну, если суд им пойдет навстречу, и то я не совсем соглашусь. А как человек, это не касается, что ты мне, я тебе, допустим, нет таких отношений. Но мы должны учитывать мнение людей, прежде всего, и с ним считаться. Вот, Сергей Павлович, как раз наши журналисты прошлись по улицам города и собрали эти самые мнения людей, которые предлагают сейчас... Нисти негативные? Разные. Разные. Ну, давайте. Черно-белые, так скажем. Смотрим. Кстати, что не понравилось, вот море, конечно, вот тина, вот это вот, очень хорошо. Конечно, большое количество строек в новых жилых районах, конечно, они мешают. Хотя мы понимаем, что строиться надо, что развиваться нужно, чтобы город стал краше, красивее. Постоянно грязное море, ничего, это наш вид, это, как бы, самое главное для нас, для курорта. А у нас оно в этом году вообще не чистилось практически, или не занимались им, я не знаю. Сам город-то ведь нравится, хороший город. Немножко, конечно, грязнее стал, как был по отношению раньше. Нет, город чистый, город ухоженный, чувствуется, что есть в городе хозяин. Видимо, жители очень добропорядочные, мусора мало, но вот с морем нужно что-то решать. Я здесь уже 8 лет живу, и чувствуется, все-таки город похорошел, и больше стало внимания городских служб, городу, больше порядка стало. Сергей Павлович, ну, сколько людей, столько и мнений. Но есть одна проблема, один вопрос, который вы затронули буквально недавно в нашем разговоре, и который часто упоминают наши телезрители. Это вопрос и проблема с санитарной очистки пляжных территорий. Что делается в этом направлении, что мы можем им на это сказать? Знаете, я согласен со всем, что сказали люди сейчас, и с негативной оценкой, и с позитивной. Все это присутствует, бесспорно. Я могу сказать, что два месяца, а конкретно июль-август, у нас не было дождей. Таких природных катаклизмов, которые мы пережили в это время, не было никогда в обозримом прошлом. Я интересовался и в метеослужбе. Поэтому те условия, которые были созданы для цветения вот этих водорослей, даже не камки, а в виде ваты была. И плюс к этому, не надо забывать, что не все пляжи являются муниципальными. И там, где мне предприниматели отвечали, а что я могу сделать? Есть конкретные предприниматели, которые вот... Мы несколько сот тонн вывезли камки с пляжей. И после всего того, что произошло, да, действительно, ну это страшные вещи. По отношению к отдыхающим, которые приехали, чтобы отдохнуть, получить заряд бодрости, в том числе и купаться в нашем море. Мы будем тратить средства. Сегодня заказана машина специализированная. И так как мы вот убирали пляжи, сам песок просеивали, взрыхляли и так далее, и так далее, чего не делалось раньше. Точно так же мы эту машину получим весной и будем убирать море. Хорошо, Сергей Павлович, а у нас как раз есть первый звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Это 12-й микрорайон, Плёснина, Светлана Алексеевна, ТОЖ, 23-й. Какой у вас вопрос, Светлана Алексеевна? Сергей Павлович, во-первых, я хочу поблагодарить вас за улицу Саханова, чтобы вы нам очень красиво все это сделали. А так я хотела по повозу микрорайону 12-й, 17-й дом. Напротив моего балкона у нас канализация. И она у нас проваливается. И когда было вот это наводнение, у нас образовалась большая-большая дырка возле канализации. Хотелось бы, чтобы обратили внимание на это, потому что сколько бы я ни обращалась, чтобы нам хотя бы что-то сделали здесь, ну, у нас на это никто не реагировал на все это. Но у нас в этот раз, когда был потоп, что было здесь, просто надо было видеть. Тут даже у меня и мама провалилась в эту яму даже. Что вы можете сказать, Сергей Павлович? Я знаю место и знаю тему, о которой вы говорите. Там теплосети проводили ремонт теплотрассы. И закрыв после ремонта саму теплотрассу, земля, соответственно, дает посадку. И после ливня вот этого и наводнения, которое прошло, провалилась земля. Она была смыта. Смывается она, там же не канализация, там теплотрасса проходит. И смывается она вдоль теплотрассы. Мы обязательно, прямо с утра начнем работы, там, я попрошу теплосети и закончим. Я возьму на контроль и думаю, что это не будет являться проблемой, которая будет вам мешать. Спасибо вам за хорошую оценку деятельности. Результат вы увидите, я думаю. Наш прямой эфир подходит к концу, осталось буквально 30 секунд. Огромное вам спасибо за то, что пришли к нам в гости. Я думаю, подобные встречи станут доброй традицией, потому что, как показывает практика, нам всем есть о чем поговорить. Вам, телезрители, удачи, любите свой город. И до встречи на телеканале «Анапа-регион». До свидания. В субботу, 1 ноября, городской футбольный клуб «Анапа» ждет решающий матч с геленджикским «Спартаком». На кону серебро чемпионата Краснодарского края по футболу. Накануне игры с анапской командой встретился глава города-курорта. Я инициировал сегодняшнюю встречу, потому что и сезон к концу подходит, мы с вами в начале только встречались. И, в принципе, достигнут довольно-таки положительный результат. Я хочу вам выразить благодарность. Независимо от того, как сложится у нас в субботу игра, я надеюсь на то, что вы выиграете. Завоеванные позиции сдавать нельзя от результатов субботней игры. Зависят серебряными или бронзовыми призерами завершать свой первый чемпионат футболисты «Анапы». Выиграли? Да, да. Точно? Ну, биться будет, да? Да. На встречу с почетным президентом возрожденного городского футбольного клуба спортсмены пришли с очередной тренировки. Собранные, немногословные и очень осторожные в прогнозах и комментариях предстоящей игры. Геленджикский «Спартак» – опытный и целеустремленный соперник уступает «Анапе» всего три очка. Приеду обязательно посмотреть. То, что я хотел бы увидеть, это вашу самоотдачу. Еще раз возвращаюсь к Кириллу. Коснулись темы будущего городского футбольного клуба. Многие спортсмены из сегодняшнего состава команды хотят продолжить свою карьеру именно в этой команде. И, конечно, ожидаемый вопрос – что дальше будет с клубом? В том, что команду и в будущем ждет финансовая стабильность, сомнений нет. А вот перспектива роста клуба до первой лиги зависит в первую очередь от самих спортсменов. Капитан команды высказал общее мнение. Настроение на субботний матч – боевое. И в будущем команда намерена брать новые высоты. Это очень дружный коллектив у нас собрался. Да, были трудности как-то. И мы приехали, собрались, и мы доказали, что мы не боимся трудностей. И сквозь эти трудности я считаю, что мы показали, на что мы способны на сегодняшний день. И полезли туда. Значит, мы на втором пока идем. Я надеюсь, что мы в книжке закончим тоже для хорошего будет. На следующий год будет, люди не будут. У нас, я думаю, другие цели более лучше. Потому что к хорошему привыкаешь сразу. Я хочу сказать от всех пацанов, от команды, огромное спасибо, что мы создали эту команду. Для нас делайте все, что возможно, и мы вас не поднимем. Я хочу, чтобы стадион был плотный, чтобы туда ходили пацаны. Я помню, когда я был ребенком, мы знали, вот там, где я рос, тоже была команда. Мы знали именно футбол, кто нападающий. Его угадывали в городе, этого человека. Для пацанов это были люди, которые кумир. Вот я хотел бы, чтобы вот это вот все возродилось. Потому что у вас в руках все возможности. В решающем поединке нашим спортсменам как никогда нужна поддержка болельщиков. Напомним, у молодой команды их уже немало. Как говорят сами любители футбола, первый сезон ребята провели очень хорошо. Показали интересную игру. И пропустить финальный для Анапы матч чемпионата было бы непростительно. Именно поэтому многие анапчане уже запланировали на субботу поездку в Геленджик. В преддверии Дня народного единства об истории праздника и предстоящих торжествах говорили в администрации Анапы. Труд лучших сотрудников городских служб предприятия отметили грамотами и благодарностями главы. С днем рождения мэр поздравил председателя Совета ветеранов города-курорта Анатолия Гапонова. Накануне праздника 4 ноября в администрации провели репетицию организации мероприятий. Заместитель главы города Людмила Мурашова напомнила собравшимся исторические факты и представила праздничную программу выходных дней. 4 ноября праздничный день народного единства в городе начнется на театральной площади с 9 часов праздничной ярмаркой предприятий торговли, общественного питания, русских господств предприятий. Дополнительно будут работать интерактивные площадки. В 10 часов на ракушке концерт дадут музыканты духового оркестра. Большой праздничный концерт пройдет на театральной площади в 11 часов. С утра в городе будут работать ярмарки и во всех сельских округах пройдут праздники и народные гуляния. Пока напчане и жители сельских округов будут отдыхать, у госслужащих работа выходные расписана детально. Нам предстоит 4 выходных дня, но это не значит, что муниципальные служащие должны все оставить, грубо говоря, и наслаждаться отдыхом. Поэтому вам были подготовлены письма, вам были составлены графики дежурств ответственных работников администрации. Поэтому прошу всех руководителей здесь сидящих соблюдать графики ваших подчиненных, которые вы там запланировали. Накануне праздника и в связи с днем рождения глава города-курорта поздравил почетного жителя Анапы Анатолия Гапонова. Я вас поздравляю. С вами приятно работать. Вы очень много делаете для людей, для ветеранов. Спасибо вам. Спасибо. И у меня удалю, что я тоже пришлю. Спасибо. В ответном слове Анатолий Максимович рассказал об итогах краевого конкурса. Закончено подведение итогов смотр конкурса ветеранских организаций. Первичных и все. Ветеранская организация Анапского сельского округа заняла третье. У нас в городе она заняла первое, по краю она заняла третье. Наша городская организация в крае заняла третье место. Обсудили промежуточные итоги работы в городе за 9 месяцев. Глава города-курорта Сергей Сергеев отметил, в этом году все показатели выше. И подчеркнул, останавливаться на достигнутых результатах не будут, улучшая качество жизни анапчан. В Центре культуры Родина почтилю память жертв политических репрессий. О том, как прошло памятное мероприятие, расскажем прямо сейчас. Собрание начали с молитвы. Перед иконой прочитали «Отче наш». Учащиеся кадетских школ, казаки, анапчане, священнослужители, представители администрации курорта, члены общественной организации реабилитированные, почтили память жертв политических репрессий. День памяти жертв политических репрессий является для нас днем всеобщего траура, потому что мы, жители нашей страны, пережили национальную трагедию, которая началась сразу после октября 1917 года. В 1918 году в России казнили 3000 священнослужителей. Тысячами гибли казаки, пострадавших за историю нашего Отечества 800 тысяч. Это еще и семьи репрессированных, дети. Слава Богу, что казачество сейчас возродилось. Но я говорю, как атаман, мне это, конечно, ближе, больно и так далее. Политическая машина прошлась по многим семьям. Это общая боль. У меня дедушка тоже был политически репрессированным, поэтому это тоже дата для меня такая немаловажная. Репрессировали у отца, пришли ночью, расстреляли, грубо говоря, и он с матерью один жил. И, конечно, это отложилось и на его судьбе дальнейшей, и, в принципе, на жизнь. Это очень трагическое событие нашей истории. И мы проводим эти мероприятия для того, чтобы это в будущем никогда не повторилось. Память погибших почтили минутой молчания. Собравшиеся поделились воспоминаниями, отметили необходимость воспитания в детях гуманистических идеалов. Казаки возложили венки к памятнику жертв репрессий. Встреча завершилась концертом. К другим темам. В анапских школах начались уроки безопасности. Сотрудники управления муниципального контроля рассказывают детям о правилах поведения в районах стройплощадок. Первое такое занятие прошло в школе номер 4. Первую встречу со школьниками провел начальник управления муниципального контроля Кирилл Чененков. Урок, отличающийся от традиционных школьных занятий, это прежде всего напоминание ребятам о собственной безопасности. Леса строительные, которые также могут обвалиться и привести увечья. Я вас очень сильно прошу убедительно, если вдруг вы гуляете где-то, видите нарушение забора, ограждения строительной площадки, ни в коем случае туда не ходить, потому что это может привести к очень тяжелым последствиям. Современные строительные площадки представляют собой высокомеханизированное производство, которое так привлекает школьников. Особенно на каникулах, когда у детей много свободного времени. В поисках приключений ребята забираются на стройки, и, к сожалению, нередко эти опасные игры заканчиваются печально. О некоторых случаях ребята знают не понаслышке. Запомнилось, конечно, про мальчика, то, что он погиб, это был мой друг. Да, я узнала очень хорошо. Нужно сообщать о повзреждении, нарушении правил безопасности по специальным номерам. Учащимся рассказали об опасности конструкции, оборудования, спецтехники, ограждений на стройплощадках курорта. Сегодня я узнала много нового о том, что нельзя строить по стройкам, где особенно работают строительные краны, что это может привести к большой опасности. Даже соблюдение самых, казалось бы, элементарных правил убережет детей от несчастных случаев. В уроке о правилах поведения около строящихся объектов муниципальный контроль проведет во всех школах курорта. И в продолжение спортивных новостей. 24 октября в Сочи прошел открытый чемпионат и первенство Южного федерального округа по тэквондо. Приехали лучшие бойцы со всего юга России. Прибыли команды из Тамбова, Перми и Москвы. В соревнованиях участвовали около 300 спортсменов. Наш город представляли воспитанники спортивной школы номер один, три спортсмена клуба «Южный Будакан», тренер Арсен Курбаналиев. Все ребята привезли медали. Бои были сложными, но интересными. По итогам соревнований Данила Лавин занял третье место, Семен Чивкин также занял третье место, Дмитрию Тельгерову, несмотря на грамотную и красивую работу, не хватило физической подготовки. Но это его первые бои. В следующий раз тренер уверен, он станет чемпионом, а пока занимает второе место. Ребята результатами довольны. Медали им вручил президент Всероссийской Федерации Тэквондо, мастер Лазос Цилфидес. Ответим, наша команда впервые выступала на соревнованиях такого уровня. Напоминаем телезрителям, 1 ноября в поселке Виноградный пройдет День здоровья. С 9 до 14 часов в Доме культуры можно будет пройти консультации кардиологов, эндокринологов, неврологов и других узких специалистов, измерить давление, рост и вес. Также к услугам селян лаборатория экспресс-диагностики, УЗИ-диагностика, измерение внутриглазного давления. Прием будут вести лучшие врачи-специалисты городской больницы и центры медицинской профилактики. Всех желающих проверить свое здоровье ждут по адресу поселок Виноградный, улица Таманская, 2В, Дом культуры. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. В субботу 1 ноября в Анапе малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 11-13, ночью до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный 7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 9 градусов. Воскресенье 2 ноября малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 6-8, ночью до 5 градусов тепла. Ветер северный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды плюс 9 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випар» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. «Випарт» – клуб настоящих моделей «Випарт». «Випарт» – клуб настоящих моделей «Випарт».